Продолжаем занятия по русскому языку. На прошлом занятии мы с вами начали тему имена существительные. Мы говорили с вами об одушевленных и неодушевленных именах существительных и сегодня поговорим о собственных и нарицательных. Следующая группа. Ответим на вопросы, что такое собственные существительные, что такое нарицательные существительные, как пишутся собственные и как пишутся нарицательные существительные, то есть чем они отличаются по значению и по написанию. Вспомним. Имя существительные – это часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто что». Но предметов вокруг нас так много, как же мы их будем отличать? Вот, например, у нас есть одно существительное – код, который мы используем для названия множества предметов, то есть множества животных, которые имеют одинаковые признаки. Это у нас код, и вот это у нас код, и это, и это все это у нас коты. Такие предметы, которые обозначают название множества предметов, называются однородными. Так, тема у нас – имена существительные, собственные и нарицательные. Продолжаем. Однородные предметы называются при помощи нарицательных существительных. Например, мальчик, город, книга, звезда. В древнерусском языке «нарицать» – «нарекать» обозначало «называть». То есть это то же самое, что мы сейчас бы называли наши существители «назывательные», но сохранилось название «нарицательные». Иногда нам требуется выделить предмет из множества таких же. Представьте себе такую ситуацию. Вот есть много во дворе котов разных, мы выходим и зовем «кот, кот», «кис, кис, кот». К нам сразу прибегло жить множество котов, а нам нужен только наш. Для этого мы, во-первых, даем клички нашим животным и зовем, например, «барсик», «барсик», и он понимает один кот, что зовут именно его. То есть мы выделяем предмет из множества таких же одинаковых. И это нам помогает сделать собственные существительные. Для выделения отдельного предмета мы используем именно собственные существительные, а не нарицательные. Так, например, когда мы рождаемся, родители, мама с папой, дают нам имя. Например, Илья. Это имя собственное. Илья, Марина, Вероника, Даша и так далее. Но также имена собственные, к именам собственным относятся названия «городов», «рек», например, Курск, Байкал, Днепр, Непа и так далее. То есть с помощью собственных существительных мы выделяем один предмет из множества. Итак, имена существительные, нарицательные, обозначают названия однородных предметов. Например, поэт. Да, поэтов у нас очень много есть. А вот Пушкин у нас один. Это имя собственное. Оно обозначает название единичного предмета. Также один из признаков нарицательных и собственных существительных – это их написание. Нарицательные существительные пишутся со строчной буквы, с маленькой, например, поэт, доктор, ученик и так далее. А собственные имена существительные пишутся за главной буквы, с большой. Пушкин, Смирнов, Алексей и так далее. У нас получается словосочетание поэт-пушкин, доктор-смирнов, ученик- Алексей. Где есть у нас нарицательные и собственные существительные. Собственные имена существительные могут обозначать имена, отчества, фамилии, прозвища людей и клички животных. Например, меня зовут Игорь Васильевич Сумкин. Игорь Васильевич Сумкин, имя отчества и фамилия человека – это собственное имя существительное. Во дворе меня прозвали атлетом. Атлет – это прозвище человека, тоже собственное имя существительное. А это Бобик. Бобик – это кличка животного и тоже, конечно же, будет относиться к собственному имя существительного. А также к собственным именам существителям относятся и географические названия. Например, название материка – Африка. Название от горных цепей и вершин – Гималайи. Название рек и морей – Нил, Черное море. Название стран – Китай, Германия и так далее. А также города, конечно же. Например, интересно, мы найдем тут Москву, спрашивает мальчик. Москва – это имя собственное, название города. Также к собственным именам существительным мы отнесем астрономические названия. И давайте посмотрим на такой диалог девочек и найдем здесь собственные имена существительные, которые обозначают астрономические названия. «Видишь Марс? А Венеру? Попытайся найти Сириус. Я рассматриваю Орион. Хочешь посмотреть на Большую Медведицу?» Здесь у нас к собственным именам существительным, которые обозначают астрономические названия, относят Марс, Венеру, Сириус, Орион, Большую Медведицу. Обратите внимание, что состоит из двух слов, и оба слова мы пишем с большой заглавной буквы. Также названия картин, книг, фильмов и так далее мы будем относить к собственным именам существительным. Например, это картина «Девятый вал». «Девятый вал» – имя собственное. Ты видела фильм «Шторм»? «Шторм» – имя собственное. А ты читал стихотворение «Гроза»? «Гроза» – тоже имя собственное, название стихотворения. Название картины, фильма, стихотворения. Обратите внимание, что эти названия у нас написаны в кавычках. Далее мы с вами об этом еще поговорим. Итак, собственные существительные обозначают название единичных предметов. А нарицательные существительные обозначают название однородных предметов, то есть предметов, которых у нас очень много, с одинаковыми признаками, не похожи. Собственные существительные пишутся с заглавной буквы, с большой, нарицательные существительные пишутся с маленькой буквы, со строчной. Обратите внимание, для названия единичных предметов могут использоваться сочетания. Например, «Великая Отечественная война», «Северный Ледовитый океан», «Большая Медведица», «Московский Кремль». И «Владимир Красное Солнышко», имя князя. «Красное Солнышко», имя собственное, пишется в состоительных двух слов. И обратите внимание, как я уже говорила на примере «Большой Медведица», оба слова у нас пишутся с большой заглавной буквы. «Красное Солнышко», «Великая Отечественная». А нарицательные имена существительные, которые в книге соединяются, «Война», «Океан», они пишут тоже с большой буквы, потому что они нарицательные. Так, и по поводу кавычек я обращала ваше внимание. Некоторые собственные имена пишутся в кавычках. Когда же это происходит? Когда мы пишем названия книг, газет, журналов, фильмов, спектаклей, магазинов, фабрик, заводов, кораблей и так далее. Все эти названия мы пишем, конечно, с большой заглавной буквы, так как это имена собственные, и в кавычках, потому что это название чего-то. Например, газета «Правда». Газета – это нарицательное, существительное. А название газеты «Правда» мы, во-первых, пишем в кавычках так название, и это имя собственное пишется с большой буквы. Мультфильм «Ну, погоди», сказка «Золотая рыбка», журнал «Вышивка», фабрика «Октябрь», конфеты «Коровка», магазин «Рыбалка», фрегат «Отважность». Обратите внимание на написание названий. Не забывайте никогда про кавычки. И давайте представим себе такую ситуацию. Учительница дала домашнее задание ребятам – принести на следующий урок «Золотую рыбку». И написала задание вот так – «Принести золотую рыбку». Два ученика принесли сказку «Золотая рыбка», а одна девочка принесла действительно золотую рыбку в аквариуме. И удивилась, а нужна была книжка, просили же рыбку. Но ребята обратили её внимание на то, что «Золотая рыбка» у нас было написано в кавычках. Значит, это название, а именно название сказки. Поэтому необходимо правильно писать и обращать внимание на то, как же написано имя собственное, потому что от этого зависит значение. И чтобы не попасть в такую лёгкую ситуацию, как это ученицы. Итак, необходимо различать. Смотрите, собственные и существительные, они могут отличаться от нарицательных только написаниями. Например, «Горка земли», «Почва». Так, а всем остальным слышно меня или у кого-то тоже проблемы? Ребята, напишите, пожалуйста, все остальные хорошо меня слышат. Так, хорошо, тогда продолжаем. Надеюсь, у всех всё в порядке будет. Так, собственные и существительные могут отличаться от нарицательных только написаниями. Высловосочетание «Горка земли», «Почва» — это у нас нарицательное существительное, поэтому пишем с маленькой буквы. А вот «Планета земля» — это уже название планеты, это имя собственное, поэтому пишем «Земля» с большой буквы. Дальше, «Светит солнце», «Солнце» — нарицательное существительное, а «Земля» вращается вокруг «Солнца», здесь у нас «Солнце» — это название звезды, поэтому пишем с большой буквы. Итак, что нам необходимо запомнить? Стоим такую памятку. Собственные и существительные обозначают название единичных предметов, а нарицательные и существительные обозначают название однородных предметов. Собственные и существительные пишутся с заглавной буквы большой, нарицательные и существительные пишутся с маленькой строчной буквы. Иногда собственные и существительные берутся в кавычки, когда это название книги, фильма, картины, завода, корабля и так далее. Когда это какое-либо название, оно также пишется с большой буквы, но в кавычку. И для обозначения единичных понятий могут использоваться словосочетания. Большая медведица, Великая Отечественная война. И оба слова мы будем писать с большой буквы. И немножко дополнительной информации. Обратите внимание, что нарицательные существительные могут становиться собственными. То есть они могут переходить в другую группу. Так, например, имя «Любовь». Как вы думаете, от чего оно образовалось? Конечно, от нарицательного, существительного «Любовь», которая обозначает чувство. И «Любовь» как имя, это уже будет собственное. Имя существительное писаться с большой буквы. Точно так же имя «Надежда», имя «Собственное» образовалось от нарицательного «Надежда». И мы видим такой пример. Стоит девочка, возможно, ее зовут «Надежда». И она надеется на хорошую отметку. Так. Для кличек животных иногда выбирают самые странные слова. И тогда нарицательные существительные у нас переходят в собственные. Например, зефир, туман, ежевика, пельмень. Все это нарицательные именно существительные. Но когда они стали кличками для животных, они перешли в именно собственные. Точно так же можем наблюдать с вами диалог. «За что меня назвали пикселем?» «Тебе еще повезло, я кабачок». Вот такие вот бывают смешные клички. Но происходит и наоборот. Собственные существительные могут стать нарицательными. Так, существительное «Хулиган» образовано от имени собственного, от фамилии «Хулиган». Патрик «Хулиган» жил в XVIII веке в Ирландии. И он отличался скверным характером, буйным нравом, был не очень доброжелательным человеком. И за ним закрепилась вот такая характеристика. И это слово немножко видоизменилось, но вспоменялась одна буква и стала уже нарицательным. Обозначает человека, который ведет себя неуважительно по отношению к окружающим, шкодит и так далее. Панама. Такой головной убор пришел из страны Панама. Именно поэтому имеет такое название, но пишется уже с маленькой буквы, потому что стала нарицательным существительным. Далее пример. Нарцисс Цветок. И нарцисс это персонаж, герой мифических произведений. Парень, который был очень красивым, он загляделся на себя в озеро, на свое отражение, восхищался собой. И из этого превратился в цветок. Не мог оторваться от своего отражения. Превратился в цветок, который так и назвали. Вот такая вот история из мифологии. Так, Макинтош. Это вид плаща. И образованное это слово от фамилии. И нарицательным существительным стало из собственного имени существительного Чарльз Макинтош. Был такой человек, который изобрел ткань, из которой теперь изготавливают такие вот плащи. Итак, что нам необходимо запомнить. Собственные существители обозначают название единичных предметов. А нарицательные существители обозначают название однородных предметов. Это их главное отличие. Собственные существители мы пишем с большой, за главные буквы. А нарицательные с маленькой, строчной. Иногда собственные существители берутся в кавычки, если это название предметов. И для обозначения единичных понятий также могут использоваться словосочетания. И в них, как я уже говорила, мы несколько слов, все слова, которые будут вводить в словосочетание, пишем с большой буквы. Так, хорошо. Теперь давайте проведем небольшой опрос. Вот, ответим на несколько вопросов, выполним задания для того, чтобы закрепить материал и посмотреть, что вы запомнили. Вам будет предложено несколько высказываний, и необходимо будет выбрать ложные. Сейчас, минутку я. Пожалуйста. Итак, у вас есть четыре высказывания. Первое. Имена существительные бывают собственными и нарицательными. Собственные существительные пишутся со строчной буквы. Наррицательные существительные используются для называния однородных предметов. Собственные существительные используются для выделения какого-то предмета из множества однородных. Вам необходимо выбрать одно ложное утверждение из четырех. Так, и давайте совершать, посмотрим, что получилось. Так, давайте начнем с первого. Имена существительные бывают собственными и нарицательными. Действительно, конечно же, так случалась тема нашего занятия. Далее. Собственные существительные пишутся со строчной буквы. Конечно же, нет. Это ложное утверждение. Собственные мы всегда пишем с большой, с заглавной буквы. Срочная буква маленькая. И, соответственно, третий, четвертый вариант у нас будет верными. Собственные нарицательные существительные используются для называния однородных предметов. А собственные существительные используются для выделения какого-то предмета из множества однородных. Мы с вами говорили про котов. Котов может быть много, а барсик среди них будет один. И барсик – это у нас будет имя собственное. Хорошо, следующее задание. Вам предложены четыре слова. Гора, озеро, гроза и веталь. Выберите нарицательные имена существительные из этих четырех. Так, и давайте завершать. Посмотрим. Так, первое, гора – это существительное нарицательное. Во-первых, оно пишется с маленькой буквы. Во-вторых, оно обозначает однородный предмет, несколько. То есть у нас может быть много гор, и у каждого может быть свое название. То же самое, озеро и гроза – это нарицательные существительные. А вот виталий – это имя человека, имя собственное. Оно выделяет у нас одного мальчика из многих. В классе, например, может быть 20 мальчиков, и только один из них будет виталий. Это имя собственное. То есть верные ответы у нас 1, 2 и 3. Это все уютнорицательные имена существительные. Хорошо, в следующий раз внимательно читайте задания, те, кто ошибся. И следующее задание. Вам необходимо выбрать, какое нарицательное существительное легко может стать собственным. Мы с вами говорили, да, что могут переходить. Существительные. Самолет, слава, больница и книга. Так, посмотрим. Какое нарицательное существительное легко может стать собственным. Большинство выбрали вариант 2 – это слава. Конечно же, это нарицательное существительное может стать собственным. Имя слава. Вячеслав, например, да, и сокращенный вариант слава. Это уже тогда будет являться именем собственным. Все остальные – больница, книга и самолет – собственным стать не могут. Ну, только если это будет кличка животного, да. Но это будет очень странно. Ну, да. Хорошо. С этим разобрались с вами. И давайте продолжать. Следующее тема, о котором мы с вами поговорим – это род. Именно существительных. Ответим с вами на такие вопросы. Откуда вообще появилась категория рода? Почему слова начали различать по родам? Как определить род существительных? И род, каких существительных нужно запомнить? Я думаю, что вы помните, однажды к нам уже прилетал инопланетянь Мур, в котором мы объясняли правила по русскому языку. И он опять к нам наведался и просит ребят помочь ему. Говорит, я так спешил сюда на своем летающем тарелке. Я испытываю сильный радость от нашего встречи. Вы дадите мне еще одну уроку по русской языке. Кажется, придется. Задумались ребята, потому что заметили, что в речи муха очень много ошибок. А именно в склонении по родам, имен существительных и прилагательных. Чтобы правильно составлять фразы, нужно помнить всегда о роде существительных. У существительных есть три рода. Мы с вами это знаем. Мужской, женский и средний. И тут мух нам задает такой вопрос. А откуда вообще у существительных появился род? Его подарила нам история, замечает Паша. В древности человек считал весь мир похожим на себя самого. Мы знаем, что все люди делятся у нас на мужчин и на женщин. И точно так же они решили, что и в мире все так устроено, что все делится на мужской и женский род. И решили разделить все существительные таким образом по родам. И все началось, конечно же, с одушевленных существительных. Например, мальчик, волк, заяц. Все это отнесли к мужскому роду. Девочка, волчица, зайчиха. Конечно же, отнесли к женскому роду. Названия животных, птиц и насекомых также получали род. Их сравнивали с людьми. Дятел – мужской род, синица – женский род. Разделение распространилось и на предметы. Например, деревья тоже можно сравнивать с людьми. Дуб – могучий, высокий, большой. Тем самым получилось так, что это существительное стало мужского рода. Именно по этим признакам. А береза имеет тонкий ствол, высокая, белый. Цвет ствола белый. Именно поэтому решили люди, что это будет женский род, береза. То есть деревья тоже сравнивали с людьми. Даже название времени суток получили род. Божество солнца в то время изображалось мужчиной. Вот вы можете посмотреть на картинку. А божество ночи – женщиной. Вот так вот. Именно поэтому день – существительное мужского рода, а ночь – существительное женского рода. Но с некоторыми существителями возникали проблемы. Например, существительное чудо или чудовище, существо. Люди не смогли отнести это ни к мужскому роду, ни к женскому. И таким образом появился средний род. Чудовище, чудо, существо – оно моё. Среднего рода существительное. Также получилось так, что к среднему роду относились существительные, которые не удалось отнести ни к мужскому, ни к женскому роду. Например, море, небо, солнце, яблоко, окно, молоко, горе, счастье, свойства и так далее. И постепенно вот так вот существительные распределились по родам. И дошло это до нашего времени. Хорошо, согласился муж, мне стало всё понятно. Но следующий вопрос, который возник у него – а как же узнать род имени существительного? Их распределили по родам. А как быть нам? Как узнать, какой род будет у конкретного имени существительного? И тут Паша подсказывает. Нам необходимо посмотреть на окончание слова в именительном падеже. Вспомним, именительный падеж отвечает на вопрос «кто? Что?». Вот мужской род, он – мой. Существительные мужского рода в именительном падеже единственного числа имеют нулевое окончание. «Человек», «дом», «огонь», «стол» и так далее. Существительные женского рода «она», «моя» имеют в именительном падеже единственного числа окончание «а», «я». «Девушка», «крыша», «баня» и так далее. Во всех словах мы видим, есть окончание «а» либо «я». «Средний род», «оно», «моё», «в среднем роду» в именительном падеже единственного числа окончание будет «о», «е» у существительных. «Окно», «море», «горе» и так далее. Так, хорошо, Муху, всё стало понятно. Род существительного, также ребята ему сказали, определяет род прилагательного, местоимения и глагола. «Хорошо», сказал Мух, «мой компьютер сделал нужные записи, я запомнил это правило, но нужна небольшая тренировка, давайте попробуем применить наши знания на практике». Отлично, сказали ребята. И тут пришла девочка в компанию ребят, и возник такой разговор с Мухой. Мух задал ей несколько вопросов. «Где твоя мать? Где твоя мать? И где твоя папа? Ты какая милая дитя!» И тут ребята вздохнули и поняли, что о чём-то они всё-таки не рассказали Муху, потому что он опять допускает ошибки, можем обратить внимание на его реплики. Необходимо всё-таки ещё раз обсудить эту тему, потому что с некоторыми существительными возникают проблемы. Так, например, к мужскому роду относятся не только существительные, которые в именителем падежа единственного числа имеют нулевое окончание, но и некоторые слова, которые обозначают лиц мужского пола. Но у них будет окончание «а-я». Например, папа, дядя, дедушка и так далее. К женскому роду относятся слова, которые заканчиваются на мягкий знак. Дочь, мышь, кровь, печь и так далее. А к среднему роду относятся существительные «дитя» и существительные «намя», которые оканчиваются на мя. Время, знамя, пламя, племя, темя и так далее. Итак, нулевое окончание в именителем падеже единственного числа бывает у существительных и мужского и женского рода. Например, гость, зверь, князь – это существительные мужского рода. Кость, дверь и грязь – существительные женского рода. Тут у муфа опять возникает вопрос, как вообще вы различаете род в таких словах? Они ведь очень похожи. Гость – кость, зверь – дверь, князь – грязь. Мало того, что они отличаются только одной буквой, так еще и род у них разный. Как вы это определяете? Ребята сказали, что род большинство существительных мы запоминаем с детства. Мы с детства знаем, что картофель, путь и другие существительные относятся к мужскому роду. Радость, молодежь и так далее относятся к женскому роду. Это необходимо запомнить. Однако будьте внимательны. Мужской род очень коварен. Есть существительные, которые мы можем отнести к среднему роду, например, но на самом деле это не относится к мужскому. Например, рояль, шампунь и тюль – все эти существители относятся только к мужскому роду. Тюль – это тонкая и прозрачная ткань. Кто-то вдруг не знает. И есть такое предложение, которое поможет нам запомнить эти слова. Старый рояль облили шампунем и протерли тюлем. Не тюлью, тюль не женского рода, а тюлем. Так, старый рояль облили шампунем и протерли тюлем. Также к женскому роду относятся такие слова, как моль, бандероль и мозоль, которые ошибочно можно отнести, например, к мужскому роду. И тоже есть предложение, которое поможет запомнить эти слова, и прилагательные в этих предложениях помогут нам определить род. Он наступил на больную мозоль, ую, окончание прилагательное, показывает нам, что это существительное женского рода. Пока гонялся за молью, которая, моль женского рода, значит, которая, съела ценную бандероль. Ценную, опять же, указывает нам на то, что бандероль женского рода. Так, необходимо говорить правильно, тоже всегда обращайте на это внимание. К мужскому роду относятся слово помидор, не помидора, а помидор. Не гренка, а гренок. К женскому роду относятся слово туфля, а не туфель, и тапка, а не тапок. Например, искать под диваном тапок, это не грамотно. Необходимо говорить искать под диваном тапку. Это существительное женского рода. Так, хорошо. И немножко дополнительной информации. Род существительных может меняться со временем. То есть, получается и такое. Например, в начале 20 века можно было услышать такую фразу. Есть в нашей санатории зала. Так, в ней фильмы показывали интересную. Обратите внимание, что сейчас санаторий, зал и фильм у нас мужского рода. Раньше так говорили, но сейчас так не говорят. И есть еще у нас две строчки из стихотворения Пушкина. Глядь поверх текучих вод лебедь белая плывет. Лебедь сейчас у нас тоже существительное мужского рода, а раньше было женского. Вот так вот иногда бывает. Род существительных может меняться со временем. Что нам необходимо из этого запомнить? Давайте обобщим все это правило. Род имен существительных. Может быть, мужской, женский или средний. К мужскому роду относятся существительные с нулевым окончанием в именительном подвижении единственного числа. Нос, герой, стол и так далее. Существительные с окончаниями а-я, которые обозначают лиц мужского пола, например, папа, дядя, дедушка, они тоже будут относиться к мужскому роду, несмотря на то, что у них окончание а-я. К женскому роду относятся существительные с окончаниями а-я в именительном подвижении единственного числа. Мама, няня, сестра, подушка и так далее. И существительные, которые заканчиваются на мягкий знак, тоже будут относиться к женскому роду. Боль, мышь и другие. К среднему роду относятся существительные с окончаниями а-я в именительном подвижении единственного числа, например, окно, море и другие. А также к среднему роду относятся существительные битя, оно мое, и слова, которые оканчиваются на мя, время, племя, темя, семя, пламя и так далее. Так, и вот теперь муж сказал, что действительно русский язык ему стал уже немного понятнее, поблагодарил ребят за помощь и отправился в путь. Доброго полета, пожелали они и мне. И на этом заканчивается наша тема. И сейчас мы пройдем несколько, пройдем опросы, ответим на несколько вопросов, выполним задание, чтобы закрепить этот материал. Вам будет опять предложено 4 варианта ответов, и вам необходимо будет выбрать ложные. Продолжение следует... Пожалуйста, принимайте участие. Так, первое. Имена существительные изменяются по родам. Имена существительные могут быть мужского, женского и среднего рода. У существительных мужского рода может быть только нулевое окончание. И бывают существительные женского рода с нулевым окончанием. Обратите внимание на формулировку. Необходимо выбрать ложные утверждения. Одно из четырех. Завершаем. Так, первое. Имена существительные изменяются по родам. Конечно, верно. Имена существительные могут быть мужского, женского и среднего рода. Верно, действительно. У существительных мужского рода может быть только нулевое окончание. Конечно же, это не верный вариант ответа, потому что мы с вами говорили, есть такие существительные, как папа, дядя и так далее, у которых кончание «а», «я». Поэтому они тоже будут относиться к мужскому роду. Именно поэтому это утверждение ложное. И последнее. Была существительные женского рода с нулевым окончанием. Конечно, да. Хорошо, молодцы те, кто справился. Следующее задание. Вам необходимо выбрать имена существительные мужского рода. Их будет несколько. Имена существительные те. Обращайте внимание на задание. Так, завершаем. Итак, гора. Она моя. Окончание «а» в уменительном падеже. Существительное женского рода не подходит. Дядя, он, мой. Окончание «я» в существительное мужского рода. Гроза, она моя. Окончание «а» не подходит в женский род. И Олег, это имя собственное, которое обозначает лицо мужского пола. Поэтому существительное мужского рода. Так, большинство выбрали верные варианты ответа. Я очень рада, молодцы. Далее. Следующее задание. Опять же, предложены четыре слова. Необходимо выбрать имя существительное среднего рода. Одно имя существительное. Надеюсь, что все справятся и ошибок никто не будет допускать, потому что задание достаточно простое. Быстренько отвечайте, потому что есть еще несколько интересных заданий. В принципе, задание, как я сказала, простое. Не думаю, что ему нужно много времени. Так, завершаем. Так, действительно, 93% практически все выбрали верные варианты существительное время. Мы с вами говорили, да, не только существительное на ОЕ, но и существительное на МЯ. Плюс существительное дитя относится к среднему роду. Игра «Женский род», «Васа мужской», «Сумка женский род». Хорошо. Следующее задание. Выберите имена существительные женского рода. Обратите внимание на задание. Сколько будет вариантов ответа? Один или два? Или может быть три? Так, завершаем и посмотрим. Первое существительное – «Картопель», существительное мужского рода. «Рожь», «Она моя», существительное женского рода. Менький знак на конце. «Рояль», мы с вами говорили, да, что есть слова, которые относятся к мужскому роду. Необходимо их запомнить. Это одно из таких слов. «Рояль», «Он мой», «Мужской род». И «Грусть», «Она моя», «Женский род». «Грусть», «Рожь» – правильные варианты ответа. Ващество выбрали именно их. Молодцы. На этом наше занятие оканчивается. Всем спасибо за участие. До свидания. До следующей недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok